Друзья, приветствую! Алик из Германии прислал посылку, даже не посылку, а вот такой конверт. В конверте у нас мешочек с перчаткой. В перчатке, смотрите, вообще минимально необходимый объем. Две пробирки, свежая отработка. Это у нас равенол ВМП 530 C3 масло. Вот некоторые допуски. Значит, данного масла образца у меня не было, поэтому я создам эталон и потом проверю отработку. Вот такая спектрограмма. Видно, что очень высокий уровень эстеров. Сейчас я увеличу. Я бы оценил его не менее 10 процентов, где-то даже 11, а может и 12. Вот так сложно. Точные цифры тяжело оценить. Ну и далее сейчас посмотрим, что намерит прибор начально. Изначально. Противоизносных присадок 86 процентов. Высокий уровень даже у ЕСП-шки в ММП-1. Там 70 с чем-то было. Так, ну, кислотная завышена сильно из-за эстеров, из-за такого уровня. Они по пикам на спектрограмме совпадают с карбоновыми кислотами. Поэтому я так, скажем так, на опыте 2.2 поставил. Также отталкиваюсь от ЕСП-шки в ЕСП-2. Здесь чуть добавил из-за уровня эстеров. И щелочное, конечно, заниженное опять же эстерами. Производитель сам заявляет 8.8. С учетом разницы ГОСТов я оставил 7.5. Так, все. Эталон создан. Можно проверять. Это у нас Ауди А6-14 года. Трехлитровый битурбо дизель CGQB. Мотор 313 лошадиных сил. Общий пробег чуть более 226 тысяч. Пробег на масле 25 090 километров при средней скорости 78 километров в час 315 часов и средний расход 7,6 литров. В отработке 84 процента противоизносных присадок. Отлично. нитрование, окисление. Все на нормальном уровне. Сажи 0.88. Я бы, честно говоря, сказал, что для 300 часов многовато. Ну, возможно, это средняя скорость так влияет. Так, кислотная 4.01. При 2.2 1.8 наросло. Ну, для 300 часов многовато. Но я думаю, что это связано прежде всего с сажей. Вместе с сажей попадает топливо, а там присадочка. Запах, кстати, у отработки характерный для Керапура Басфа. И щелочное 6. Запас еще есть у масла. Очень неплохо, очень неплохо. Но видно, что режим такой достаточно щадящий. Можно оценить по среднему расходу. То есть, хотя, с одной стороны, средняя скорость и высокая, но расход такой незапредельный. Это тоже, кстати, влияет на масло. Так, смотрите, что произошло с вязкостью. Вот вам, блин, полимерный загуститель. Я тут просто так увеличивал, чтобы увидеть, что масло на 1% разжижилось. Ну, практически неизменно. Хотя у мотора 300, ой, 650 ньютон-метров. Это много крутящего момента. Мотор очень мощный. Но, тем не менее, смотрите, нормально, отлично работает автомобиль. Такой режим эксплуатации и никаких проблем с разжижением, с деструкцией загустителя. Ну и вот такие значения получились. 40 тысяч мощные нейтрализующие свойства. Ну, конечно, высокая средняя скорость, я думаю, даже для Германии такая. Не у всех такая. И 500 часов моточасов. Ну и по оксидам азота 830 и 66 тысяч. А по вязкости, посмотрите, это 2,5 миллиона. То есть, это маслом можно будет вязкость использовать и в следующих автомобилях еще передать внукам. Вот. Масло, на мой взгляд, такой прямой конкурент, наверное, Mobilu 1 ESP. Хорошая, как альтернатива. Mobilu шел, как альтернатива, наверное, можно рассматривать. Понятно, что в бензиновых моторах результат будет другой. Возможно, и в дизелях будет несколько отличаться. Да, кстати, вот я, значит, я проговорил, но повторюсь, отработка пахнет, да, присадкой топливной. Я уже ее определяю. Вижу, как с кювета стирается образец. То есть, он такой, остается, как маслянистый слой, такой тугой. Видно, что много этой противоизносной присадки. Она же, там, в ней присутствуют какие-то эстеры. Естественно, это завышает кислотное. Возможно, в некоторых других условиях, что кислотное не наросло бы так сильно и, может быть, даже и масло. Масло могло бы отработать еще чуть лучше. Но, тем не менее, прекрасный результат. Ну, что тут сказать? Многие напишут Германия. Да, так и есть. Благодарю Алика за предоставленные образцы. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока.